Когда-то в Уджайне жил король, погрязший в физических наслаждениях. Он жил на полную катушку. У него была жена по имени Пингала. Пингала сказала, «Такое происходит, когда два сердца сливаются воедино». Когда он отправился на охоту, он захотел это проверить. Когда-то в Уджайне жил король. Его звали Бхаратри Хари. Он написал «Шрингры Шатакам», а позже «Вайраги Шатакам». «Шрингры Шатакам» — это сборник стихов, посвященных страсти и эротике. «Вайраги Шатакам» представляет собой полное бесстрастие и отречение. Этот король погряз в физических наслаждениях. Он жил на полную катушку. Однажды он отправился на охоту и пострелил оленя. Когда олень упал замертво, лань, самка, которая была с ним, отказалась покидать это место. Она просто осталась там, рискуя собственной жизнью. Это удивило короля. Вместо того, чтобы убежать, она просто стоит там в ожидании того, что ее застрелят. В это же время одного из солдат, который охотился вместе с королем, укусила змея, отчего он умер. Когда тело солдата предавали огню, стоило больших трудов удержать его жену в стороне от погребального костра, потому что она хотела кинуться туда вслед за мужем. Это заинтриговало короля. Для него вся его жизнь была только о нем, о его удовольствиях, его предпочтениях и так далее. Когда он увидел ту лань, а позже — женщину, которая хотела броситься в огонь, это его озадачило. У него была жена по имени Пингала. Беседуя с ней, он сказал, «Эти два события, которым я сегодня был свидетелем, привели мой ум в замешательство». На что Пингала ответила, «Такое происходит, когда два сердца сливаются воедино. Это естественно. В этом нет ничего удивительного, нет ничего интригующего. Если два сердца в своем переживании по-настоящему стали единым целым, так оно и будет». Она говорила об этом абсолютно серьезно. Это еще больше заинтриговало его, ведь его жена заговорила о том же самом. У него было 500 женщин. Он не мог этого понять. Так что в следующий раз, отправляясь на охоту, он захотел это проверить. Он полил свою одежду кровью животного и отправил одежду во дворец. Пингали объявили, что король умер, что его убил тигр. Когда она получила эту окровавленную одежду, она собрала ее, поклонилась ей, а затем легла на нее. Сделав последний вздох, она умерла. Когда король узнал об этом, это очень сильно его потрясло. Ведь он из прихоти просто пытался ее испытать, а она на самом деле отказалась от жизни. Тогда он оставил свое царство и стал мудрецом. Тогда он создал Вайраги Шатакам — великое поэтическое произведение. Такова природа женского начала. Последствия не важны. Страсть и любовь настоящего момента гораздо важнее того, что из этого выйдет. В рассчитывании, что из этого получится, это очень по-мужски. Мужское начало всегда думает о последствиях. Женское начало не думает о последствиях. Оно думает о том, что важно сейчас. Что вы думаете или что думает кто-то другой — это не в женской природе. Чувства — вот женская природа. Должно ли это сдерживаться мыслью? Да, должно, когда речь идет о материальных аспектах жизни. Но когда дело касается самой жизни, если у вас нет женственности, вы не сможете наслаждаться жизнью. Такова природа женского начала. Оно способно выйти за собственные границы. Только то, что способно выйти за пределы самого себя, пригодно для духовного процесса. Шамбови — это то, что может разжечь у вас женское начало. Потому что если вы не оставите себя в стороне, этого не произойдет. Это не то, что вы делаете. Это то, чему вы позволяете произойти. Самый красивый аспект Шамбови заключается в том, что вы не можете ее сделать. Только если вы позволите. Это будет подобное наводнению. Если вы попытаетесь выполнить его правильно, технично, ничего не произойдет. Потому что практика сама по себе ничего не делает. Но если вы позволите ей, тогда сама сердцевина, основа творения найдет полное выражение.